опа всем привет с вами при сегодня разберем осаду барауса в ключе 13 состав группы монах танк шаман лекарь удивительно весьма охотник ветки повели зверей бм разбойник мути ликвидация и собух первым делом решаем как мы идем по какому пути по большей части различные группы даже рандомы группа которая как раз рандомная вместе со мной выбирает путь идти налево через водичку собственно прыгаем летим как-либо с помощью водного долгонога преодолеваем водное расстояние может быть с помощью левитации может быть с помощью перышка от мага может быть с помощью ледистого пути от рыцаря смерти вариаций различных много самое лучшее это либо какой-либо прыжок либо портал от чернокнижника ну или же действительно водный долгоног сделать его сейчас проще простого особенно при каких-либо таймволках пандарии проходим убиваем мопцов и выходим снизу к нормальной платформе в принципе никаких таких серьезных мобов серьезных механик нету некоторые мобы будут фокуситься некоторые мобы будут как-либо хаотично раскидывать свои ауешечки некоторые мобы крутиться какие-то прыгать за спину самое главное открыть глазки и внимательно отыграть на этих мобах особенно при текущем модификаторе укрепленный при котором мобы имеют повышенное хп и здоровье и и Треть хочется Либо сами читы рейдите, если РЛ ушел в запой Либо массово предпринимаете слияние С какой-либо гильдией, вот и все Я не думаю, что он один Ответственный у рулятипа был Вот и все Ну, правильно, искать других и рейдить с ними Конечно, так и надо Спасибо, малышка, гиди А этот моб, который раскидывает бомбочки Кидает их, конечно, хаотично в игроков Но самое главное Стоит помнить о том, что На малом проценте своего здоровья Он сделает долгий каст В течение 5 секунд, которые будут длиться И если его не сбить каким-либо Параличом или станом То он просто-напросто заплюет Абсолютно все то пространство Которое рядом с ним в милизоне Поэтому внимательно смотрите на его касты И если же будет отличаться То, конечно же, нужно сбить этот каст Который отличается от его обычной ротации Как я и сказал ранее Просто внимательно следите за мобами И за теми кастами, которые они делают А на удивление, без шуток Кстати, шаман нормально хилит Тактика на босса крайне проста Есть босс Есть два моба РДД и милишник Милишник будет атаковать цели в ближнем бою Периодически делая фронтальный клифф Сильный удар с плеча От которого либо нужно отходить Либо загонять моба в какой-либо контроль Стан А рейндж-моб будет просто-напросто Стрелять в случайные цели Убиваем рейнджа, убиваем милишника Не попадая в клипы И на этом бы казалось все Но можно сделать такую тактику, что Весь абсолютно дамаг отдать в босса Быстренько убить босса При этом босса при любой тактике абсолютно Нужно заводить в бомбы Так как босс не танчится Танчатся только милишные мобцы Босса нужно заводить в бомбочке С целью того, чтобы он сбрасывал свой бонус На скорость передвижения Ведь он преследует какую-либо цель Милишника или хила Либо рейнджа какого-либо И при этом накапливает бонус на скорость передвижения Если он догонит цель, то начнутся больные физические атаки Это делать абсолютно ни к чему Поэтому заводим его в бомбы Он сбрасывает с себя стаки на скорость передвижения Получает стан А также при этом получает на 50% урона больше Что позволяет просадить его еще быстрее Босс убивается И делаются дальнейшие пулы Так, ну все рейнджи убиты, все окей Ой-ой-ой Субтитры сделал DimaTorzok Я люблю его По таймингам маленько неправильно, типа, конь должен был быть на другом конце платформы Тогда я бы пул больше сделал, но мы бы уже прошли к следующему паку А так мы только сейчас сюда зашли Тут, конечно, не особо повлиялось, может, 10 мы потеряли, но все равно Так вот, если рассуждать о будущем Извлекая абсолютно все то, что вы сейчас увидели, можно сделать различные выводы Я предлагаю идти именно по этому маршруту Он более сбалансирован, не нужно пулить командира, который вешает на предстоящие цели Баф на минус получаемый урон И к тому же не пулится моп, который раскручивает ураган в своем милепространстве То есть, ну, собственно говоря, просто самый обычный там вихрь клинков от мопца идет Который ни к чему ловить какому-либо милищнику, да и танку на самом деле тоже Так что идем через водичку и все Быстренько пробегаем этот мост Пулем наводчицу Пулем этих четырех стрелков И что самое интересное Эта наводчица делает каст Цель для артиллерии При этом нужно увидеть, кто выбран целью И тот, на ком глазки, должен забежать под мобов С целью их быстрого убийства Мобы убиваются и все просто-напросто идеально Вот это она ускорилась, личинка Ни одного рута в нее не вошло При пуле этого пака, да и при пуле прошлых паков Почему я не сказал об этом, весьма загадочно, кстати Нужно не забывать про такого мопца, как заклинатель моря Он делает каст водонепроницаемый панцирь По типу такого он называется И этот панцирь вешается в мопца Поглощает какой-то определенный дамаг В зависимости, скорее всего, от ключа И в тот момент, когда этот панцирь будет разрушен Все рядом стоящие игроки получают стан на 4 секунды Поэтому просто-напросто нужно внимательно слить за его костами И сбивать При пуле этого пака Самое главное, опять же, найти наводчицу И кинуть в нее какое-либо замедление Потому что наводчица при милишной атаке Как и босс Без какого-либо замедления Будет отпрыгивать назад А при большом кучном пуле С целью того, чтобы заауешить мопов Нам ни к чему отсеивать одну цель от другой Поэтому абсолютно все стараемся держать вместе Для более большего ауе И для более быстрого убийства мопцов Также не стоит расслабляться При пуле этого пака И при пуле босса В тех мобах, которые выходят в момент Отпрыжки босса Будет У канонира кастоваться Такое заклинание, как бортовой залп Это клиф, стреляющий Вперед метров где-то на 30-40 И просто-напросто нужно выйти из его комнаса Ничего сложного, но стоит открыть глазки Ну да, красиво, конечно, раскрыть Это рандомы, от них, конечно, можно хоть что ожидать Но это рандомы неплохо играющие Тебе никто не умирает Сейвики жмут, когда надо Лишнего дамага не ловят Шаман, на удивление, хилит Я вообще в шоке Как так-то? Угу При пуле босса стоит помнить о том, что нужно кинуть замедление Иначе босс отпрыгнет Ну а если босс отпрыгнет, начнутся выстрелы в живот По какой-либо хаотичной цели Рандомный дамаг, который нам вообще абсолютно ни к чему Весь дамаг должен быть направлен в танка Либо вообще ни в кого не должен быть направлен При отпрыжке босса на корабль на ста энергии Вылазит Канонир С которого нам нужно дропнуть пушечку И вылазит два моряка Ну, моряки самые обычные мопцы, которые просто-напросто кливаются А вот канонир, тот моб, который с пушкой Его стоит убить в первую очередь С него дропается пушечка Мы ее берем И путем нажатия центральной кнопки Направленной в, получается, корабль Мы делаем выстрел И босс прыгает на нашу платформу для продолжения боя Если этого не сделать, вылезет вторая пачка мобов Ну а потом и босс Просто-напросто затянется бой Также босс периодически кастует каст «Очистить палубу» При этом касте самое главное — отойти от морды Иначе в милирадиусе оттолкнет Ну а если вы рейндж, то не стоит беспокоиться Просто встаньте чуточку подальше Есть еще один нюанс весьма интересный Если законтролить матросов Ну, моряков этих самых обычных мопцов Не канонир с пушкой А матросов-моряков Обычных белых мобов То он простоит в контроле Весьма долго Ну, минуту получается, да От пролеча мы его, к примеру И при следующем выходе мобов Моряки не вылезут Это идеально После того, как мы убили босса Просто сломя ноги Бежим к этим стрелкам И подойдя к ним Прокрутив какую-нибудь ОЕшку Либо просто подойдя к ним По-моему, это даже так механика защитывает Подземелья Подойдя к ним, они убегают И все И выстрелы в нас более не делаются Далее пулится большой моб Ничего сложного на нем нет Он делает перед собой фронтальный каст Крушащий удар Просто-напросто нужно отойти от него Либо танк разворачивает Моба от группы Ну, а второй его каст Это ужасающий рев В нашем случае у нас есть шаман С тотемом трепета Который высвобождает от эффектов страха Шаман ставит тотем И нам не нужно прятаться за стену Чтобы спрятаться От этого фера страха Ужасающего рева Вот если он реально умный охотник Он кинет на пул Он кинул на пул Он умный охотник На удивление Ужасающего революция Ну а нам по факту при шамане вообще пофиг где он стоит Я не думаю, что он больше одного ферка Ста успеть дать Угу Угу видосы про инфлоа бфа ну это лимитированные видосы я же не буду по одной и той же теме второй раз видос делать к примеру ну окей ладно видосы по типу как одеться в патче они в каждом патче актуальны и что-то там меняется из патча в патч мол типа там 8.1 может быть там не может быть это точно такой-то новый фронт будет может за него там вещицы будут получше также одинаково к примеру предел мифик плюс данжа с целью получения максимальной недельной награды будет уже не 10 а 15 вот и вот моменты интересные есть в этой структуре видосиков по варкрафту я бы хотел вообще все спулить но ладно ограничимся пулом 1 потом 2 пока ну там уже начали потихоньку добавлять и заметил а чё там обновили конкретно я так мельком глянул если там длинные горы текста то скинь в вк тогда ну это я видел до типа на один день 1000 на два дня 1800 рублей я просто если ты скинешь мне ту инфу которая к примеру только в вк-группе выложена ну там длинная 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 такая да сколько час назад что ли выложили в вк-группу стримфеста то я видел я там более-менее так прочитал чуточку излёк для себя то что да в принципе ничего не поменялось ну то что он окей два дня будет я об этом еще давно говорил я же как участник знаю инсайды некоторые некоторые вот мы и добрались до комнаты с боссом внимательно смотрим где у нас есть гуновские мобы где их нет на текущей неделе сегодня 3 ноября на текущей неделе получается так что всего лишь один гун моб и то только в первой пачке контролем его выпуливаем остальных 3 моба далее вы увидите как мы делаем весьма рискованно я решил сделать проходя этот инст с группой рандомов рандомов я думаю стоит ли два пака сейчас выпуливать или ни к чему в принципе это можно как раз землетрясение отдалось сейчас можно будет нормально их завести мопцов в одну точку и за ауэш как надо через командира самое главное чтобы ауэш шло через командира сейчас может шаман еще геру даст да да нет да нет 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 да после того как я написал ему он дал ну типа это нормальный пул как раз под геру все хорошо прям как надо и 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 это это и и и и стоять и не танчится вот можно вещи делать даже при 4 fps прикинь ну а сейчас будет самый лучший момент этого подземелья наслаждайтесь пал палыч отличился по полной да и я тоже молодец прям по спине нахуй долбанула мне водичкой ебучий а зачем реснулся то сейчас мобов блять к нам приведешь нахуй мобов приведешь я тебя выебу понял я тебя выебу пал палыч ты понял нахуй итак бой с боссом три платформы наша цель убийство щупальцы которая стоит себе держат инженера и в итоге после убийства щупальцы инженер выскакивает из ее цепких лап кончика вы выскакивает из щупальца и чинит пушечку наша задача убить щупальцу освободить инженера и три раза выстрелить в центрального босса также по платформе будут вылазить танковские щупальца их нужно танчить либо хотя бы манекенить дамагером так как если щупальца не танчить она будет делать каст весьма такой больнючий ауешный и не стоит даже подвергать группу опасности уж лучше потанчить это щупальца также при спавне щупальца при его танковании будет делаться каст называющийся мощный удар небольшой фронтальный каст который бьет перед собой это щупальца и по итогу отталкивает ничего сложного просто нужно отойти от своего первичного местонахождения танку очень просто ну и помимо всего этого будут китаться в войды на платформу зов глубин ну а также дебафы в игроков которые диспелятся все это повторить все это сделать идеально и босс умирает на этом мой монолог окончен в принципе объяснять более в этом инсте нечего он очень простой проходить его на этой неделе да и на следующий вплоть до 14 числа можно просто с закрытыми глазами он не представляет никаких опасностей если группа смотрит на мобов не закрывает глазки и умеет жать кнопки всех вам благ счастья здоровья досматривайте видосик там будет очень интересная еще ситуация по моему а еще ноги берегите и другие видосики чеките на youtube канале быть может они будут вам полезны до скорого нормальный агро на древних мощный удар видите да куда делается чуть ли не в босса в его сторону здорово селях дпс я бы взял сову а не шп чё за бояшка crimes какого этом левела кольцо тренька пуха что вообще из себя представляет ну я ответил труба не нахуй так что зачем ему труба упала я на не прокнутая конечно но все же